Звёздный час Трубача Жил да был в приморском южном городе Туапсе Трубач Ваня. Нет, не так. По-другому начинать надо. Не родился же он сразу Трубачом. Правильно, не Трубачом, но родился Ваня всё-таки в Туапсе. Вот с этого начнём. В Туапсе родился Ваня. И в детский сад начал ходить, а может, не начал, а сразу стал учиться на трубе играть. Стоп, снова не то. Не учился же младенец Ваня в Туапсе на трубе играть, а просто лежал себе в колясочке и сопел в две дырочки. А мама, маленькая, худенькая, стройная мама, с красными от вечного недосыпа глазами, пыталась вязать крючком синенькую кружевную шапочку для малютки сына. Мама сидела на пеньке в призрачной тени акаций, прячась от назойливых лучей беспощадного солнца. Левой ногой слегка покачивала коляску с мирно сопящим карапузом, при этом в руках умудрялась держать вязание. Вязание двигалось медленно. То ли от хронического недосыпа, а может, от нестерпимого зноя или от мерного покачивания коляски, голова мамы все время норовила упасть на грудь. Мама вздрагивала, недоуменно моргала и сбивалась со счета петель. Славная мама была у малютки Ванечки. А еще мама все время напевала. То детские колыбельные, что напевала ей когда-то ее мама, то популярные в те годы мелодии. Вот. Вот отчего в маленькие ушки мирно сопящего мальчугана проникла и навеки поселилась в сердце любовь к музыке. Вот отчего из теплого приморского туапсе потянуло выросшего Ваню поступать в музыкальное училище и поехал он в далекий от моря уральский город Курган, где проживал родной брат маленькой мамы, такой же маленький дядя Константин. Как и все окончившие училища или даже институты, подлежал трубач Ваня призыву в ряды доблестной советской армии. Однако Ивану все же несказанно повезло. В армейских ансамблях случился неожиданный дефицит трубачей. Ну звезды так сошлись. Ну вот так получилось. А потому, прослужив всего лишь два месяца до присяги в учебной части под Челябинском, был он, Иван, откомандирован в столицу уральского военного округа город Свердловск. Вот отсюда и начинается по-настоящему наш рассказ про Ваню Трубача. Подходил уже к концу первый год армейской службы, и Ваня пообвыкся в ансамбле, со всеми давно поперезнакомился и прочно занял место второй трубы. Хотелось, конечно, иногда и первую партию сыграть. Но Ваня не особо беспокоился. Придет день, и его соло будет звучать ярко, убедительно, пронзительно, задорно. Перед самыми октябрьскими праздниками уехал домой Пашка, первая труба, оставив Ивану толстенную папку нот. Надвигался с несокрушимой силой всенародный великий праздник, и к празднику этому ансамбль начал готовить новую программу. Добросовестный Ваня, пожелав другу счастливой гражданской жизни, просмотрел все нотные листки и с удовлетворением обнаружил, что почти все он уже знает наизусть. А то, чего не знает, особой сложности для разучивания не представляет. А еще обнаружил он в одном из музыкальных номеров замечательное по красоте соло для трубы. Дух захватывало от такого великолепия. «Наконец-то сбылась мечта Ивана!» Представлял уже Иван в воображении своем, как встает он, прижимает мундштук к губам и взлетает над слушателями и над всем миром звонкая песня трубы его. Так было сладко Ивану грезить об этом, что стал он усиленно репетировать, урывая минуты даже от еды и сна, уходил в укромный уголок, поднимал трубу, закрывал глаза и словно отделялся от земли. Репетировал, 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 пока не отрывали его какими-то армейскими надобностями друзья его. Последние три дня перед концертом никто Ивана почти не видел, где он прятался, где готовился, где мечты свои лелеял. Про то нам неизвестно, а сам Иван не рассказывал. И начался долгожданный концерт. Первое отделение закончилось под нескончаемые громовые овации. Два раза раздвигали занавес, чтобы артисты могли покланяться перед восторженной публикой. А публика была непростая. Все больше генералы с женами, ветераны в блеске орденов, руководители предприятий до партийной величины. Лишь балкон заполняли зрителей попроще. Оно и понятно. Праздник был не простой, а юбилейный. Тут без приглашения высоких чинов и первых лиц не обойтись. Оставив в антракте инструмент лежать на стуле, вышел Иван вместе со всеми. Но был необыкновенно сосредоточен. Анекдотами трещать, да шутками шутить и сигаретками дымить не стал, а удалился в ближайшую репетиционную комнату, заперся изнутри, воображаемую трубу приложил к губам, закрыл глаза и стал беззвучно повторять свое соло. Готовить. Свой. Звездный. Звездный час. Что-то показалось ему не так. Повторил еще разок. Потом еще. И так увлекся процессом, что когда вышел в коридор, то обомлел. Там никого не было. Противная холодная змейка нехорошего предчувствия пробежала по телу Ивана и проникла в душу. Неужели звонка, я не услышал, пронеслось в голове? Бросился он в кулисы к сцене, влетел и точно! Весь ансамбль уже на местах. Хор стоит, вытянувшись. Перед хором сидят музыканты, занавес раскрыт, и дирижер застыл в почтительном поклоне. Ужас опрокинул на Ивана ушат холодного пота, и пожар, скачущий галопом, мыслей вспыхнул в мозгу. Опоздал. Что делать? Дирижер повернулся к оркестру и, не заметив отсутствия трубача, взмахнул палочкой. Полилась мелодия, которую ждал Иван все последние дни, которую любил, как невесту, в которой были все его чаяния и надежды. Заметался он за кулисами, пытаясь найти выход. Выйти с троевым шагом? Нет, это же не марш. Акробатическим прыжком выскочить? Бред! Что делать? Играть отсюда, из кулис. Чушь! Ну как отсюда играть, труба-то на стуле? Ах, все же сразу все поймут. Господи, что делать? Металась в пылающей голове. Один есть выход? Да, есть один. Между оркестром и хором имеется промежуток с полметра шириной. Проползти, как учили в школе на НВП. Успею. Приободренный внезапным озарением, Иван сверкнул глазами, опустился аккуратно на четвереньки, затем притиснул живот к доскам сцены и пополз, избиваясь, как огромная зеленая змея. Сначала ползти было легко. Путь казался прям и свободен, но ближе к центру сцены возникло непредвиденное препятствие. Кто-то из музыкантов сдвинул вдруг свой стул ближе к хору. И продвигаться пришлось, почти повернувшись на бок. Ползти на боку Ивана никто не учил, но он упорно стремился к своему звездному часу, машинально считая оставшиеся до него такты и сдирая в хлам локти рукавов концертной формы. Увлеченный дирижер, старший лейтенант Протянко, сперва не понял, почему этот хор начал как-то так странно заикаться. Глаза старшего лейтенанта стали строги. Он пробежался взглядом по артистам и совершенно неожиданно обнаружил искривленные едва сдерживаемым смехом физиономии. Не понимая, что происходит и продолжая дирижировать, Протянко придал своему лицу грозное выражение и состроил гримассу, которая должна была означать «Вот я вам всем устрою после концерта». Однако это не помогло. Более того, в зрительном зале услыхал он сначала легкий, а затем уже и нескрываемый смех, переходящий в хохот. Бедный дирижер не мог остановить исполнение номера, не мог повернуться к залу, не мог видеть то, что видели артисты хора и все зрители портера. А видели они, как между стульями, прижимаясь всем телом к доскам сцены и стараясь быть невидимым, по-пластунски, как учили в школе на НВП, настырно полз к своему месту, к своему инструменту, к своему звездному часу несчастный Ваня, чтобы в нужный момент поразить всех ярким исполнением сольной партии на трубе. Прямой отрезок пути Иван наконец-то преодолел. Но дальше должен был просочиться между третьим и вторым рядами стульев с восседающими на них музыкантами. Когда он свернул в нужном направлении, то с целью убрать препятствие слегка постучал кулаком, помешавшему двигаться дальше ботинку, что помещался на ноге домриста Миши. Миша непроизвольно дернул ногой и попал каблуком в подбородок Ивана. Тот охнул, но не отступил, а отодвинул ботинок довольно грубо. Домрист Миша скосил очи долу, обнаружил Ивана на полу, удивился, избился с акта. Старший литяна с дирижерской палочкой выкатил глаза на Мишу, изумился еще больше прежнего и на какую-то секундочку забыл этой самой палочкой махать, отчего возникло общее смятение, разрешившееся самым необыкновенным образом. Как чертик из коробки вырос в полный рост у своего места рядовой баня, схватил инструмент и приложил к губам. Совершенно обалдевший дирижер по инерции махнул палочкой и взлетело соло трубы над миром. И взлетел над миром Иван вместе со сводею трубой. Самое интересное в этой истории, что многочисленные важные зрители приняли все происходящее как продуманный ход и очень благодарили потрясенного дирижера. Хвалили протсянка, хвалили смелого воина, героически ползшего между стульями. Ха-ха, хорошо, смешно, красиво, а только бы на две октавы потише. Это было бы в самый раз, говорил заместитель командующего окая на волжский манер. Но хорошо придумали, черти, хорошо, смешно, воину твоему отпуск от меня сверхсрочный, десять суток, без дороги. Ха-ха-ха, смешно, молодцы. Молодцы. Да, если вы думаете, что я все это придумал и ничего подобного не было, то лучше всего спросите у самого Вани. Где он сейчас живет, я, правда, не знаю, но это ведь легко выяснить. Интернет может быть вам в помощь. А фамилия его? Ха, черт, много лет прошло, вылетают фамилии из памяти. А, вспомнил, Долговязов. А, нет, 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 Долговязов это другое, это пианист у нас был. А Ванина фамилия, фамилия, Ванина фамилия Перебежкин. Нет, при чем тут Перебежкин? Перебежкин никуда не ползал. Ладно, не буду мытарить. Вспомню, напишу. Договорились? Редактор субтитров А.Семкин